Всем привет! У нас сегодня суббота, я вынесла мусор, ну этот, ресайкл вот сюда. И смотрю, здесь выбросили посуду. Вот, пожалуйста, кому нужна и зеленая, красивая, стеклянная, и белая. Бери, не хочу. Матрас выбросили, только его уже дождь намочил, жалко, никто не сможет взять. Вот так, здесь люди выбрасывают, кому если что-то не надо. Но не выбросили в мусор, а положили здесь, а вдруг кому-то понадобится. Вот так, а я поехала в банк. А вот кусты тут какие красивые. Сколько езжу, столько и смотрю. Но красота необыкновенная. Сейчас красивая пора года. Хоть и осень, немножко такая напряжная, наводит на какие-то размышления. Но зато красиво. Хоть и дождик, и листья, и влажность повышенная. Но вот эта красота все равно радует глаз. А насчет этих матрасов и посуды, вы думаете, боже, кому это нужно в Америке? Иногда бывает нужно. Особенно для тех, кто вновь прибыл. Не все люди приезжают сюда с запасом денег. Не у всех здесь и зарплаты сумасшедшие. Потому все остальные знают и не выбрасывают вот эту посуду сразу вот туда, в этот мусорный бак, чтобы ее никто не видел. Знают, что может пригодиться. Как и все остальное то, что здесь выносится на улицу. Здесь на улице и мебель люди подбирают, и посуду, и детские игрушки, и детские коляски, и детские карситы, вот эти, в которых детки сидят в машине. Детские велосипедики, дети повырастали, выбросить жалко в ресайкл. Оставляют вот так вот у обочины возле дома и пишут такую бумажку фри. И кто проезжает мимо, забирает кому надо. У кого не такие доходы, не такие большие статки, чтобы на вот такие вот вещи, допустим, тратить лишние деньги. Здесь все живут по-разному. Нельзя сказать, что в стране этой живут одни миллионеры. Кто-то богатый, конечно, кто-то и бедный. Кому-то плохо живется. Все люди разные. И у всех разные достатки, и у всех разные понимания о жизни. Есть, конечно, тунеядцы, я не могу ничего сказать. Они везде есть, не только здесь. Вот, может быть, и для таких вот людей люди делают добро, выбрасывают все это не на мусор, а оставляют на обочине. Потому что дети, если родятся у таких людей, они же не виноваты, родители не выбирают. Так что, а у нас вот такая вот красота по дороге в Ванг. Я еще заеду в магазин к азиатам, в китайский. Тут вот в китайских магазинах, может быть, и в других, но вот в наших нету. Мы живем возле супермаркета Акме, называется. Тут нету таких вещей. Особенно свинячие, свинячи, свинные ножки. Мы что-то надумали холодец забасать. Вот я сейчас заеду в китайский, возьму эти свинные ножки, свинные рульки, или как они там еще называются. Каждый называет по-своему. И сегодня сделаем холодец. Что-то мы с Машей надумали. Подожди, еду я сначала. Холодец мы часто не делаем. Могли бы подождать и до Нового года. Но вот что-то захотелось. А на Новый год, может, и не сделаем. Может, сделаем что-то другое. Но цвета здешние вам понятны. Правда? Шикардос называется. Особенно вот эти красные, яркие такие вкрапления. В лесах тут, конечно, красных таких красок нет. В лесах такие, больше желто-оранжевые. Вот эти вот красные, видно, сами люди себе понасаживали. Красоту свою, свой дом облагородить. Чем-то вот так его, чтобы бросался в глаза. Но это все здесь можно купить, все здесь доступно. Надо только хотеть. А у нас ночью шел дождь. Теперь, правда, уже вот ветер, все подсохло. Но влажно. А я с утра постирала. Я никогда не думала, что я буду радоваться стирке дома. Как будто чему-то, я не знаю чему. Мы все время думали, что вот переедем, переедем. Жизнь наладится, жизнь изменится. Но не так получается. Не всегда бывает так, как хочется. Но я думаю, что это не такие уже здесь и ужасные проблемы, которые нельзя было бы пережить. Переживают люди и хуже иногда. Вот в такой вот красоте. Красно-желтый, покатай у вас. И что-то полиция там стоит. Интересно, что это они там перекрыли, что ли, что-то. Пожарные, что-то горит. Окей, нужно идти в объезд. А в объезд, не знаю куда. Школа. А, вокруг школы. Окей, сюда в эту школу. Мои мальчишки на футбол ходили, вот на эти поля. Потому ориентируюсь здесь слегка. Тут только сбиваешься с заданного какого-то маршрута и все. Заблудился. Люди, спасите. Не знаю, где нахожусь. Хорошо, что есть всегда GPS. В любое время включаешь, и он тебя выводит. Ну что, поехали в магазин. Я вам покажу, что можно купить у китайцев. Вот у них все аккуратно, тоже нарезано. Кусочками побольше, кусочками поменьше. И закрученные, и раскрученные. Корк ливер. Это печень свиная. Рола 63. Вот такой вот кусочек. Даже есть кровь свиная. Пожалуйста. Парк ливер. Парк ливер. Парк ливер. Парк ливер. Парк ливер. А вот это... Чего-то корк. Смут какой-то. Ты же не знаешь, ой другой. Ну, здесь у нас есть... Пушки свиные. 9,42. Оказывается, это тоже дорогая вещь. Печень. 2,29. Парк ливер. Парк ливер. Парк ливер называется. Парк ливер. И вот ролики, которые я думала брать. 5-6 долларов. У них. Можно взять там на развес у них есть. Можно брать уже и готовые. Солон. Что? Здесь у них вот печеное даже какое-то салко, бекон. Парк ливер. Вот эти рульки у них тоже есть. Вот такие вот. В герметических упаковках. Они уже с приправками какими-то. Замаринованы. Есть даже уже и жареные. Кабучи. Эйч темпура. Не знаю, что я кабучи. Может кто-то знает. Вот такие вот. Есть ножки варенанные. С копытцем. Топочками. Кабучи. Кабучи. Парк. Уже пошел большой биф. Кому нравится биф. 6,81. 5,95. Косточки. На бульон или на борщ. 6 долларов. Фарш. Около 5. Вот эти. Муссмин. Это говядина. Вот такой вот стейк. Около 3 долларов. Один. Говяжий. 2-3 доллара вот такие вот филеечки говяжьи. Около 5. Вот такие вот филеечки говяжьи. Короче. Бери не хочу. Есть все. Бекон можно взять вот такой вот. Не жарить с яйцами по утрам. Но оно такое не единое. Это для нас очень жирное. Это уже копченый. Копченая лопатка. Можно взять попробовать. Мы никогда что-то не брали. Около 5. Около 5. И... И... Такой есть тоже уже. Муссмин. Это типа наверное хамон такой. Кусочки. Кусочек хамона. Около 20 долларов. Вот это тоже попченая. Трюшка. Вот у них тут какие-то черные курицы есть даже по 10$, по 10-12$, куропаточки или это голуби даже, совсем малюсенькие. Вот такие вот, вот это наверное куропатка. Утки есть тоже, 13$, 15$ побольше, утильные лапки, они тут все едят кстати, желудочки, сердечки, даже язычки утиные. Кто умеет попробовать утиные язычки? Кролики пожалуйста тоже, есть побольше, есть поменьше. 8$ кролик, 6$ кролик. Сердце, свиное сердце, 5-6$. Печень говяжья, язык свиной, вот одна штука около 2$. 2 штуки 3$. 2 штуки 3$. Свиные мозги. Никогда это мы не ели, мы такое не берем. 1 штуки 3$. Хорошо, у меня кишки, можно делать колбасу, кто умеет. 2 штуки, 2 штуки. 3 штуки, 3 штуки, 4 штуки, 5 штуки, 5 штуки. Возвращение кишки, 3 штуки, 5 штуки, 5 штуки, 5 штуки, 5 штуки, 5 штуки. Я взяла вот такие вот кусочки, порезанные ножки свиные. Была у меня курица. И взяла вот такую вот тоже рульку такую свиной. Но, наверное, вот это будет много всего. Одно, наверное, что-то оставлю на следующий раз. Остальные ингредиенты. Лук можно в шелухе, чтобы бульончик был более такого золотистого цвета. Морковка. Ну и, конечно, соль, перец и лавровый лист. Все это хорошо моем. Складываем в кастрюльку и варим. Варим долго, часов 8, на маленьком огне. А потом посмотрим. Ну вот, 9 часов вечера мой холодец уже готов. В смысле, сварился. Я в этот горячий супчик натираю пару зубчиков чеснока. Этот раз я натерла 3 таких средних, хороших. Много не натираю, потому что Маша не любит. Мясо остыло. И сейчас буду раскладывать его вот в эти формочки, которые я недавно купила. Стеклянные. Они имеют крышечки. Хорошо будут сидеть в холодильнике. Не будут набирать запаха из холодильника. Ну вот, он весь в своих уже тарелочках. Весь в формочках. Сейчас он остынет. Закрою крышечками в холодильник. До утра будет прекрасный холодец. Пахнет чесночком. Ну вот, наступило утро следующего дня. У нас завтрак. Банана бред с орешками, кофе и сырок. Сыр в последнее время обязательный ингредиент завтрака. Ну и, конечно же, холодец. Но холодец не на завтрак, а на обед. Просто покажу вам, какой он получился. Вот он. Присутствует, конечно, жирок сверху. Ну, потому что мясо было там и свиное, не только куриное. Но этот жирок легко снимается тем, кому не нравится. Все. А мы завтракаем. И отдыхаем. Всем хорошего воскресенья. Бай-бай.